Всем привет! С вами Алавацкий и сегодня у нас на обзоре бальзам для рук в компании Estelle в линейке AlfaOm. Итак, давайте с вами поговорим вообще для чего это нужно и почему я вдруг решил вам рассказать про такую простую вещь как бальзам для рук. Казалось бы, да, ну ничего, вообще зачем он нужен, для чего он барбером, парикмахером и для чего вообще компания выпустила этот продукт, потому что он в принципе больше для домашнего использования, но я вам расскажу одну вещь, почему этот продукт обязателен просто в салоне красоты, в барбершопе, либо там в парикмахерской, то есть особенно если у вас очень много клиентов в день, вам обязательно нужен бальзам. Итак, давайте подробнее. Какую функцию выполняет бальзам? Он смягчает кожу, защищает ее и не дает ей в дальнейшем растрескиваться, царапаться и в дальнейшем просто любые повреждения. Что происходит на рабочем месте? Мы приходим на работу, мы делаем стрижку, бывает кто-то даже делает окрашивание и всегда мы моем голову, шампунем, бывает несколько раз, также мы сушим волосы, очень часто помогаем себе рукой вместо расчески, да и в принципе все равно теплый поток воздуха попадает на руки. Тем самым кожа очень сильно портится. От шампуня, естественно, она смачивается, потом жировой весь липидный слой уходит, потому что шампунь, самое главное его действие это убрать жир, очистить и вы постоянно очищаете кожу, у вас жир не успевает еще выработаться новый, вы опять моете голову, сушите, а когда сушите феном, опять же, теплым потоком воздуха, вы высушиваете просто кожу, то есть она без жира, она сухая, еще и феном высушена максимально. Тем самым появляется очень много проблем с кожей рук, заусенцы, различные просто, ну как, она начинает облазить, у кого-то даже экземы и все остальное, то есть кожа рук становится беззащитна. И нам для этого что нужно? Нам нужна защита, то есть кто-то, конечно, пользуется бальзамом после бритья, тоже неплохой вариант, но не совсем хороший, потому что бальзам предназначен для кожи лица, а лицом мы ничего не трогаем, мы машинками не стрижем лицом, хотя может быть кто-то и есть. Вот, но тем не менее, этот продукт не совсем подходит, да, если просто намазать руки бальзамом после бритья, да, и походи вот так подержать несколько часов, то эффект будет, может быть, даже и такой же. Но все-таки продукт не для этого придуман, поэтому бальзам для рук, он восстанавливает, глубоко увлажняет и интенсивно защищает нашу кожу, наши руки, потому что руки это наше все. Если у нас руки в ужасном состоянии, все в заусенцах, какие-то колются, туда еще волоски больше впиваются в сухую кожу, то есть в более увлажненную ему сложнее будет попасть. Поэтому все-таки бальзам обязательная штука. Я думаю, вы меня уже поняли. Итак, смотрите, как он вообще выглядит, вам покажу. Вот такой вот удобный тюбик. Просто открываем и небольшое количество выдавливаем. Этого вполне достаточно. И теперь распределяем по рукам. По ладоням, между пальцами. И обязательно вот таким образом, чтобы бальзам попал на ногти. Можно даже полностью по каждому пальцу пройтись. И таким образом кожа защищена, увлажнена. И вы можете спокойно работать целый день. Ну, так же можно там когда-никогда добавить. То есть по мере надобности. То есть у вас сразу же исчезают проблемы с тем, что там кожа облазит. Это, во-первых, просто не эстетично, не красиво. То есть если вам даже нормально, что у вас там заусенцы и все на свете, вы где-то там чувствуете болевые ощущения, то в любом случае это некрасиво. То есть клиент видит руки ваши постоянно перед лицом. Потому что вы выполняете стрижку или бороду. То есть это всегда контакт с лицом. Плюс ко всему близко очень видно. Поэтому если вы не хотите всю жизнь работать в перчатках, чтобы прятать свои руки, используйте бальзам. Все у вас будет круто. И никакие проблемы с кожей рук у вас не возникнут. Поэтому рекомендую в каждый салон, в каждый барбюшоп, на каждое рабочее место, пусть у вас будет у каждого свой бальзам. Никогда бы не думал, что буду обозревать бальзам для рук. Но даже для меня это стало небольшим открытием. Потому что как мужчины особо обычно ничем не пользуются. Но тем не менее, все-таки если грамотно все понимать, оказывается это очень важные штуки, очень нужные. Ну что ж, с вами был Оловацкий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Задавайте вопросы в комментариях, обязательно всем отвечу. До новых встреч, пока-пока!